Многие меня спрашивают, да и так часто люди спрашивают, в чём секрет счастья, в чём секрет счастья. Бог его знает, в чём секрет счастья. У каждого, наверное, счастье своё, хороший чай, секрет счастья, вот оно счастье, вот оно счастье, вот оно, вот оно, вот это счастье. И вот как теперь это счастье запоёт, кто его знает, друзья, кто его знает. Всем привет, друзья. Сегодняшнее моё видео будет посвящено канарейкам. И самое главное, это вот то, что нам приносит радость, это песня наших канарейк. Почему я решил сделать такое видео? Ну, во-первых, прошёл год, мы разводили с вами канарейк. Были птенцы, были победы, были поражения, конечно. Ну, в общем и целом, можно подвести итог и сказать, что год, по крайней мере, у меня был хороший. Я получил достаточно молодых киноров. Как теперь вот они будут петь, не знаю. Теперь моя задача обучить канареек такой мелодии, такой напевке, ну, или такой песне, будет правильно сказать. Какая нравится мне. Ваша задача научить своих киноров такой песне, которая нравится вам. Но, безусловно, киноров учить надо песне, потому что если песни не учить, то, в принципе, кинор может потерять всю свою песню, которая у него есть, ну, и вообще нахвататься каких-нибудь бракованных календой и всё. Ну, и хотел немножко обсудить с вами эту тему по поводу песни. Значит, чтобы обучить кенаре песне, это непростое дело. Раньше наши предки, кенароводы, уважаемые люди, обучали канареек песне диких птиц. Потому так и назывались, и называются некоторые колена. Синица, там, овсянка, ну, и прочее. Допустим, для песни синицы колена брали, ловили специально диких синиц. Самая популярная была, это синица московка или масковка. Называли её по-разному в разных городах. Канарейки хорошо брали это звучание, как вот именно птица производит. Ну, а наши современники, я думаю, пожалуй, уже не будут ловить птицу. Потому как, вон, я, бывает, выйду на охоту, мне затем в комментариях пишут, это негуманно, негуманно ловить птицу. Тоже как-то несправедливо. Диких птиц ловить негуманно. А канарейки в своё время приручили и научили петь, несмотря на гуманность или негуманность. В общем, по поводу обучения песни кеннеров. Ну, и, наконец-таки, как же в наше время обучать кеннеров. Берём хорошую мелодию. Это, может быть, мелодия записана где-то с электронного носителя или в лесу какие-то там напевки вам нравятся. Вы можете записать, затем сделать монтаж, убрать ненужное, оставить нужное. Или купить готовые записи на диске. Там именно есть плановая песня, конкурсная песня, канарейка овсяночного напева, ну и прочие мелодии. И вот, чтобы ваш кеннер взял эти песни, вам нужно воспроизвести эти песни таким образом, чтобы резонанс, эта тональность птица взяла. Потому что дешёвый магнитофон или там, условно говоря, телефонная запись птица может не взять. Для этого вам надо взять высокочастотные колонки, динамики. Желательно помощней. Включить на эти динамики музыку, песню, пение кеннера. Еле слышно сделать. Ну, чуть... Вот только начинаете слышать, вот такую громкость и оставляете. Вот это, вот такой вот звук кеннер будет брать. Можно включать перед сном, когда уже начинает темнеть, кеннер засыпает и пускай эту песенку послушает. Потом утром можно также включать, послушать. Но вот самое хорошо утром перед сном. И так можно учить. Можно месяц, можно два. И вы потом заметите, ваш кеннер будет брать те или иные мелодии, те или иные напевки. Некоторые увлеченные кеннероводы, с обладающим музыкальным слухом, обучили своих подопечных пенью флейты. То есть кеннер взял пенья флейты. И это очень красиво. Некоторые научили именно вот лесных, лесная напевка, именно вот лесные птицы. Ну хотя имейте ввиду, что когда вы говорите лесная напевка, там или овсяночный напев, чтобы не было немножко некорректно, овсян, это самое, лесная, лесной напев, это у нас все птицы лесные. Все птицы вышли из лесу. Степи, луга. То есть нет комнатных птиц и сказать, вот напевка, овсяночный напев. Но это же тоже поют лесные птицы. Просто они идут в разные последовательности. Какое-то колено птица на вдохе поет, какое-то колено на выдохе берет. То есть все зависит еще и от способности кеннера. Ну, друзья, буду готовить свою птицу к обучению. Продолжение будет следовать. Не забудьте подписаться на канал. До скорой вам встречи и удачи вам в обучении ваших кеннеров. Хорошей, приятной песни.